Первый вопрос, естественно, по тому, что происходит в Курской области, значит, очевидно совершенно, до этого мы как-то уже попривыкли немножко, что российские добровольцы, которые воюют в окобок с украинскими бойцами, заходят, захаживают то в Брянскую, то в Белгородскую область, а сейчас уже совершенно очевидно, это уже ВСУ. То есть очевидно, что это уже такая достаточно серьезная операция ВСУ. Какую цель преследует и вообще что происходит в Курской области, какие планы вообще преследует военное и политическое руководство Украины? Цель, насколько это будет постоянно, какая стратегия, тактика и так далее? Ну, давайте начнем с того, что, безусловно, комментировать оперативно-кактические решения или тем более стратегические решения ведения оборонительной войны могут только военные, ну, то есть представители генерального штаба, я не буду заходить в оценку операции и не буду давать ей, там, соответственно, военную оценку и так далее. Давайте безотносительно Курской области я объясню то, что будет дальше происходить. Еще раз, безотносительно того, что сейчас мы видим в Суджинском районе, Курской области и, соответственно, можем увидеть в других регионах России. Смотрите, вот в рамках международного права очень конкретно оно описывает, что страна, которая ведет оборонительную войну, не сможет ее вести, если не будет уничтожать инфраструктуру оппонента, который находится на территории, не только на оккупированных территориях или не только на тех территориях, где идут боевые действия, но и, собственно, на территории страны-агрессор. То есть международное право четко регламентирует ваши возможности это все разрушать. Почему это важно? Что всегда делала Россия и, кстати, в 2014 году на Донецком направлении и абсолютно точно, начиная с 2022 года, особенно последние полгода или даже больше, последние 8-9 месяцев, артиллерия, авиация быстрого подскока, ну, имеется в виду тактическая, находится на территории Российской Федерации. И Россия по умолчанию считала, что она не будет иметь проблем, то есть она не будет иметь ответа, юридически корректного ответа по своей территории. Соответственно, она может артиллерию держать возле границы с Украиной. То, что мы видели с вами, например, на Харьковском направлении, то, что мы постоянно видим на Сумском направлении. То есть артиллерия стоит вдоль границы на территории России и практически там в 20-30-40 километров глубину уничтожает все населенные пункты. Плюс, соответственно, с вот этих приграничных территорий там находятся базы, опять же, на расстоянии 5-7-8-10 километров от границы. База, где идет на подготовку диверсионных групп, которые заходят затем на территорию Украины, ну и максимально, опять же, разрушительно действуют, особенно если это болотистая лесная местность. И, соответственно, зашли, зашли в населенный пункт, совершили там определенные террористические действия, абсолютно юридически корректно, у нас уголовные дела возбуждаются по каждому подобному действию. Страдает, как правило, гражданское население, ну то есть там кого-то расстреляли, кого-то убили, кого-то захватили и так далее, где-то пограбили и обратно выходят на свою территорию. Ну и плюс аэродромы, еще раз, аэродромы Подскока, которые находятся рядом по линии фронта практически, ну вдоль всего периметра приграничья, это и Белгородская, и Ростовская, и Курская, понятно, дело области, то там находится большое количество небольших авиационных баз, с которых поднимается тактика, ну имеются в виду тактические истребители и штурмовики. И, соответственно, опять же, бесконечно с этой же территории забрасывают, ну уже плечо более длинное, там до 70 километров, планирующие авиационные бомбы в глубину территории Украины, опять же, по гражданскому населению приоритетно. То есть 80% ресурса артиллерийского или ресурса, например, авиационного используется по гражданскому населению, по населенным пунктам, которые находятся в приграничье с зоной ведения боевых действий. Вот, в принципе, как этому противостоять? Есть несколько моментов, еще раз, это я не даю оценку тому, что происходит в Курской области, давайте дождемся официальных сообщений по оперативно-тактическим задачам, которые стоят перед вооруженными силами Украины от военных. Я говорю о том, что, в принципе, как это выглядит с точки зрения международного права. Есть несколько рецептов решения вот этой проблемы при масштабной войне. Один из них – это нанесение ударов, ракетно-дроновых ударов в глубину территории, то есть ты знаешь, где находится инфраструктура, ты ее уничтожаешь. К сожалению, вы знаете, что есть вот эти неформальные еще до сих пор переговоры на уровне партнеров, потому что здесь не просто надо нанести удар пятью дронами или пятью ракетами, здесь должна быть системная работа, а это определенный объем ресурса, прежде всего ракетного. К сожалению, Украина самостоятельно в таком объеме ресурса не имеет, ну нет возможности производить, то есть постепенно производство наращивается, имеют ракетные и дроновые, но все равно это еще не те уровни, не те объемы, которые необходимы для системного уничтожения, поэтапного каскадного уничтожения всего, что находится в глубине российской территории. Вот это первая возможность, то есть ракета-дроновые удары, для этого нужно снять все эти неформальные ограничения, по инфраструктуре войны наносишь удары и соответственно тогда потенциал накопления, потенциал ресурсных возможностей в России резко ослабевает. И есть второе решение, безусловно, это постепенное формирование так называемой санитарной зоны, ну субъект Путин периодически об этом говорит, и таким образом выдавливание той же артиллерии, выдавливание той же тактической авиации за пределы плеча поражения, да, ну то есть грубо говоря, для того, чтобы не уничтожали Харьков, не наносили удары по центру города Харьков, не наносили удары по другим населенным пунктам, более меньшим по объему населенным пунктам, нужно отодвинуть и систему РСЗУ, и артиллерию, отодвинуть вглубь на там соответствующее расстояние. Ну расстояние вы можете прикинуть, исходя из плеча поражения, да, там 20 километров, 15, 20, 30, 40 и так далее и тому подобное. Вот в принципе то, что можно говорить безотносительно Курску, да, то есть решения в этой войне очевидны и, соответственно, ну как бы вот этот, если подытожить, да, вот этот абсолютный императив, на котором построена любая агрессия Российской Федерации в отношении стран-соседей, она построена на чем? На том, что мы будем делать все, что считаем нужным на вашей территории, нарушая ваш суверенитет, в том числе воздушный, в том числе морской суверенитет и так далее, то есть вы никак на это не будете реагировать, хотя международное право нам прямо это заключает делать, но мы точно уверены, что вы не будете наносить удары по территории России, почему вы по умолчанию, мы так считаем, хотя наоборот, здесь парадокс, международное право как раз разрешает нам в полном объеме это делать. Ну понятно, давайте тогда, да, это, ну тем не менее убедительно, прозвучали главные слова, несмотря на то, что вы не хотели говорить о целях, слова прозвучали, санитарная зона, это мне кажется достаточно убедительно и тут, тут достаточно понятно сразу цель и все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok